Вторую международную конференцию Пермские гидродинамические научные чтения Эту конференцию проводит Пермская гидродинамическая школа научная Которая у нас в городе существует с 1946 года Она возникла в 1946 году И успешно работает И по настоящее время развивается очень активно И в этом году В прошлом году, в конце прошлого года Наша школа опять выиграла грант И получила статус ведущей научной школы Российской Федерации Так что все мы и вы должны гордиться тем Что у нас в городе существует такая серьезная научная школа Признанная как в России, так и за рубежом В прошлом году наши гидродинамические чтения Были посвящены десятилетию Пермского гидродинамического семинара Ну вот на экране вы видите профессоров Бишуни и Жуковицкого в верхнем году Которые являются одними из основателей Пермской гидродинамической школы И в 1964 году они организовали Пермский гидродинамический семинар Так что в прошлом году ему исполнилось 50 лет И он проводит заседания каждую неделю по пятницам На которые собираются ученые, студенты, аспиранты всего нашего города Которые занимаются гидродинамическими исследованиями Значит, профессора Бишуни и Жуковицкие были руководителями этого семинара А с 1999 года лидером нашей Пермской гидродинамической школы И руководителем Пермского гидродинамического семинара Стал профессор Дмитрий Юрьевич Любимов И наши сегодняшние чтения посвящены памяти Профессоров Бишуни и Жуковицкого и Любимова В этом году профессору Гишуни исполнилось 85 лет А профессору Любимову 65 лет Так что это еще и мероприятие, которое посвящено 85-летию профессора Гишуни И 65-летию профессора Любимова В этом году мы решили начать новую инициативу Вы все знаете, что у нас бывают здесь в Перми лекции ведущих ученых Которые приезжают к нам из разных стран Европы, Америки, Канады Из разных стран И читают здесь лекции популярные по тем разделам физики В которых они являются ведущими специалистами на популярном уровне Так, чтобы это стало понятно и школьникам старших классов И студентам, ну и интересно ученым Которые работают в близких и в этой областях Вот в этом году мы решили в рамках Пермской гидромимической школы Новую инициативу ввести А именно лекции, тоже популярные лекции По современным проблемам физики Которые будут читать наши пермские ученые Потому что, ну вот видите, у нас Пермская гидромимическая школа Кучная и школы по другим разделам физики тоже есть И поэтому я думаю, что это будет очень полезно И для школьников старших классов, и для студентов Ну и интересно Сегодня у нас две лекции Одну лекцию прочтет профессор Юрий Львович Райхер Она посвящена магнитным наночастицам Юрий Львович занимается этой проблемой много лет Он теоретик, но он сотрудничает и с экспериментаторами И даже и с людьми, которые синтезом занимаются этих жидкостей Так что он очень много интересов И он блестящий лектор Так что я думаю, что вам всем Вы все с огромным удовольствием эту лекцию посмотрите Вторая лекция, которая сегодня будет Это лекция по МВД Динамо Значит, эту лекцию прочтет тоже профессор Доктор физико-технических манг Степанов Он тоже занимается этой проблемой достаточно долго Хотя он довольно молодой еще ученый И поэтому эта лекция тоже популярная Она называется, как вы видели в программе МГД Динамо В компьютере Гидродинамическое Динамо в космосе В компьютере и в лаборатории В лаборатории, в которой он работает Действительно занимается разработкой Устройств, с помощью которых нужно Динамо получить И вот эти лекции будут одна вот сейчас А следующая через 45 минут А завтра у нас лекции наших гостей Ученых Свободного университета Брюсселя из Бельгии Вот здесь у нас сегодня Валентина Шевцова Она профессор Свободного университета Брюсселя Она будет читать лекцию завтра по-русски Это первая лекция будет по-русски Она будет посвящена эксперименту по физике жидкости в космосе А вторая лекция, ее прочтет профессор Легро Она будет по-английски И она будет посвящена процессам переноса в дезипритической точке Ну и последняя лекция в рамках гидродинамической чтений Это будет 4 числа в 3.15 Ее прочтет профессор Саранин Он сейчас работает в Глазовском педагогическом университете Но он выпускник нашей фермской гидродинамической школы И она будет посвящена электрогидродинамике Спасибо Спасибо, Татьяна Петровна Сейчас мы запустим, надеюсь, презентацию Надеюсь, запустим А, это вы Может быть, знак Такой страничный Да, да, да Чужой компьютер Вот она сохранялась Управлялка работы Ну, прежде всего, большое спасибо организаторам За то, что меня позвали сюда Это место для нас, для всех, достаточно памятное Здесь все пропитано физикой Для нас, во всяком случае Надеюсь, что эта аура, эта атмосфера, которая здесь присутствует Она оказывает эффект и на тех, кто приходит сюда, молодой И, возможно, в ком-то из вас заронит интерес И, возможно, определит вашу дальнейшую сумму Это я обращаюсь, естественно, к вам Лекция, которую я вам прочитаю Не имеет отношения к гидродинамике Практически Хотя, на самом деле, гидродинамика – это мощная наука Которая пронизывает очень многие разделы физики И четкого деления на то, что такое гидродинамика Что такое, скажем, прикладная физика магнитных явлений Тоже нелегко провести До этого не требуется Я буду рассказывать про магнитные наночастицы И про материалы, которые делаются на основе магнитных наночастиц Также, возможно, и про применения, которые и придуманы Не все из них еще действуют в полной мере Но таких применений, таких прикладных идей достаточно много Они продолжают рождаться И в этой связи я хотел сказать еще пару слов Вот о чем Я недавно разговаривал с журналистами И вопрос был такой А, собственно, когда ожидается новый переворот в физике Типа изобретение квантовой механики Или придумывание специальной теоретной системы А когда ожидается такой переворот, я не знаю Боюсь, что никто другой тоже этого не знает Но как раз в духе этой беседы Когда вопросы ставятся глобальными Я хотел сказать, что в той физике, которая у нас сейчас есть Существуют еще такие горизонты, такие глубины Такие возможности для того, чтобы делать хорошие работы И что-то новое открывать То, возможно, вопрос о том, нужна ли нам новая квантовая механика Можно спокойно отложить Разговоры всем хватит и нам много-много лет Итак, разговор о магнитных наночастицах И вот это замечание, которое здесь приведено на слайде Оно важное Потому что слово нано появилось в языке И сейчас уже затерлось на этом самом языке Может быть, десяток лет назад А в действительности наночастицы существовали давным-давно И жили себе и жили И существовали, и существовали Независимо от того, начинали их изучать или нет А вот изучение нано-масштабных объектов Оно началось, конечно, гораздо позже Когда уже появились достаточно удобные и точные инструменты Для того, чтобы проводить анализ таких частиц И появились методики, которые позволяют По заранее сформулированным рецептам Эти самые частицы создавать Но давайте пойдем вдоль по презентации И сначала такое замечание, которое довольно часто Магнитчики читали лекции, делают Где-то сразу после Второй мировой войны в Америке Была очень популярна серия комиксов про детектива Дика Тресси Он был, естественно, супермен Он побивал плохих людей Спасал блондинок Спасал человечество И вот в одной из серий этих картин Появилось замечание, которого сейчас все одуревают Когда смотрят Дик Тресси, ну он такой, естественно Ну, детектив Он вдруг объявил Ничем не спровоцированное, в принципе, высказывание в те времена Но со временем оно стало Ну не то что пророческим Но оказалось очень глубоким высказыванием На этом пророчество комиксов не кончилось А те, кто видели, я надеюсь, видели серию, которая называется X-Men Люди X Знают, что там есть один из главнейших персонажей Который на русский называется магнитом А по-английски магнетом И он управляет магнетизмом Он двигает металлы Правда, там нет разницы между ферромагнитами, металлами и не ферромагнитами Он двигает все металлы Но это же искусство Создатели фильма не обязаны быть настолько точными Важно вдохновить Не важно сразу объявить истину Важно спровоцировать на то, чтобы эту истину, эту правду поперестал Так что магнетизм важнейшая штука Эпоха, которая сейчас на самом деле в расцвете Это эпоха жестких дисков И борьбы за повышение плотности магнитных записей И эта запись требует мелких зерен магнитных И почему я говорю, что сейчас это эпоха расцвета Потому что сейчас пока еще это микрозерна А борьба за наномасштабы В жестких дисках она еще идет Там есть весьма большие трудности Но масса народу соревнуется во всем мире за то, чтобы повысить плотность записи Это значит уменьшить размер области, на которой пишется Все это на самом деле основано на поведении компасной стрелки Если говорить простым языком Как компасная стрелка себя ведет в разных самых условиях Компасные стрелки сделаны из разных материалов Если все это знаешь, то тогда действительно подбираешься к овладению магнетизмом И много проблем становится решаемыми И многие проблемы нужно поставить и попытаться решить Я сразу начну говорить о объектах малой величины И начну с природных объектов Это подтверждение тому, что я говорил Что эти самые частицы существовали издавна И им было, в общем-то, наплевать, что интересуемся мы им или нет Они для нас важнее, чем мы для них Вот шкала масштаба Вот посмотрите Если я проведу вот эту самую окружность Это будет масштаб от 2 до 6 тысяч нанометров И это размер средней бактерии в шее ходу Вот самая маленькая бактерия, 300 нанометров Вот сравнительная величина самого большого вируса Вот самый маленький вирус Вот масштаб 100 нанометров Вот по какой шкале мы будем все измерять А вот объект, который называется магнитосомой Вот его сравнительный размер И эти самые магнитосомы Это, прошу обратить внимание, природные образования Потому что на Земле и в разных широтах Большое количество существуют вот эти самые магнитотептик бактерии Живые компасы На этой фотографии видно, что внутри бактерии Ее называют спирила То есть у нее, в принципе, спиральная форма Сидит вот такая вот цепочка Если увеличить ее То видно, что эта цепочка состоит из частиц Эти частицы по своему составу Это природный магнит Ну, природный филип Который называется магнитиком Ферма 3О4 Выстроились они в цепочку На самом деле, вот эта самая цепочка Это та самая компасная стрелка О которой я говорил вначале И любопытно то, что На самом деле, никто точно не знает Зачем этим самым магнитотептик бактериям Вот эти самые такие достаточно мощные стрелки Существует представление о том, что они позволяют им держаться Вот в том слое, который является для них средовое питание Они называются пелобионтами И место их обитания Это слой между илом и чистой водой В пресноводных в основном водоем Вот там для них оптимальные условия существования Но скажите мне, как в, скажем, каком-то рельефе дна Магнитное поле может помочь сориентироваться этим самым частицам И удержаться, когда они путешествуют вдоль дна Именно на этом уровне Вопрос темный Второй темный вопрос, который легко задать И на который никто не знает ответа Если нарисовать древо эволюции И посмотреть, откуда что росло там От наклеточных, как вот это все развивалось До высших организмов То оказывается, что на этом древе Места для магнитотептик нету Просто нет его там Непонятно, зачем природа их изобрела А их много Их можно налогить почти всюду Есть крупные в тропиках Есть помельче в наших широтах Но они есть всюду Вот В этой связи возникла, ну не скажу легенда, но гипотеза А гипотеза заключается в следующем Есть обнаружено и зафиксировано n-ое число так называемых марсианских метеоритов Которые по представлениям астрофизиков Образовались следующим образом Когда-то в Марс ударил огромный астероид И это повредило такой взрыв Что куски из окрестности вот этого очага Вылетели в межпланетное пространство И часть их попала и на Землю тоже Эти метеориты существуют Они лежат в музее Задокументированы и идентифицированы Так вот, оказалось, что если рассматривать Под большим увеличением поверхность Такого метеорита То там, оказывается, есть включения Которые очень-очень по морфологии Напоминают цепочку магнитосом Которые есть в этих самых магнитотептиках В этих магнитных спирилов Так это или не так Прилетели они к нам с Марса Или не прилетели Ответа пока нет Загадка остается Но гипотеза продолжает жить Ее никто не мог пройти Ну вот О магнитосомах поговорили Вернулись на нашу колу И переходим к еще меньшему масштабу Где будем говорить о ферритине Ферритин это белковый комплекс Который образует частицы Другой окиси железа Она называется феррогидритом Феррегидритом Магнитосомы сделаны из магнитика Феррегидрита другая формула Это кристалл Это такой комплекс Который существует во всех высших организмах В том числе и в людях Тут написано Селезенка, печень, мозг Если порыться Там найдется в достаточном количестве Этот ферритин Для чего он существует И какая у него органитотная функция У него есть первейшая функция Это депо железа Как вы знаете Железо жизненно необходимо Для того чтобы Ну будем говорить о людях Для того чтобы человек жил И с другой стороны Повышенная концентрация железа Это очень тяжелое отравление Так вот оказывается В каждом из нас В числе множества механизмов саморегуляции Сидит механизм Который все время управляет концентрацией железа Мало-то он его убирает Изымает из обращения В том случае Если этого железа становится лишним И немедленно пускает в обращение Если возникает дефицит этого железа Вот в организме непрерывно Ферритиновые капсулы Либо наполняются содержимым То есть вбирают в себя Вот эту самую окись Инактивирует железо Потому что внутри капсулы Это железо не является Опасным и вредным И в то же время Оно всегда под руками Во всех этих органах Есть ферритиновые комплексы Которые при необходимости Начинают тут же отдавать железо Для того чтобы уровень железа В организме Все время поддерживался оптимально И это только одна функция Потому что ферритином Начали заниматься не так давно А вот биохимия ферритина Она оказалась гораздо богаче Чем даже та Безусловно очень интересная схема Которую я вам рассказал И в организации иммунитета Ферритина принимает участие И в общем роль Его до сих пор не выяснила А что является основой ферритина Вот это самое зернышко Размером порядка 8 нанометров 12 это комплекс вместе с оболочкой А так от 6 до 8 нанометров Сейчас научились делать искусственный ферритин Когда он синтезируется Сначала возникает капсула У нее там 24 дольки белковых Сколько-то каналов По которым ионы заходят внутрь И соответственно энзимы Которые запускают Вот этот вот самый синтез Ферритина Сейчас можно делать ферритин Без железа На других окислах И так далее Если посмотреть по-другому То это на самом деле Вот такой биологический механизм И биологическая фабрика Которая может делать нужные окислы Вытаскивая их из раствора Кристаллик Будет сконденсирован Из раствора Соли металла Которая плавает вокруг Если вспомнить Что сейчас делает генная инженерия То понятно Что нужно делать довольно эффективные Биофабрики Которые будут Обогащать Или Вытаскивать Что-то в виде руды Окислы это уже руда Нужно брать и плавить Останавливать Вытаскивать из раствора Да Ну вот это вот Кстати На картинке Это уже Капсула искусственного ферритина Она поменьше И сделана Специально И наконец Мы дошли По этой шкале До самых маленьких объектов Это Наночастицы Как правило Окислов Железо Иногда это более сложно Эфириты И это уже Объекты Которые делаются искусственно Они появились В результате успехов Калуинной химии Начиная где-то С 60-х годов 20-го века Но вот сейчас Это ремесло Потому что Или искусство Потому что Химия Не совсем наука Там Теоретические знания Не всегда помогают Надо еще и уметь Все сделать И Вот это Ремесло Определение не в упрек А скорее В комплимент Оно сильно развито Сейчас Калуинники Умеют делать Много-много Разных частиц Разной формы Разного Состава С разными свойствами С разными поверхностями И так далее Вот Одним Очень популярным Сейчас объектом Где используются Такие частицы Являются Магнитные жидкости Я не буду про них говорить Про них можно говорить Очень много Забейте в гугл Хоть феррофлует Хоть феррофлует Увидите Как много там На эту тему Понаписано Много картинок И интересных Презентаций Всего этого дела А я двинусь дальше Это область Которой мы сами Занимаемся Это ситуация Когда магнитные частицы Внедряются Уже в полимерную матрицу Дело в том Что в жидкостях Там есть проблемы Когда частицы Подмешиваются в жидкости Возникают проблемы С оседанием Хочется сделать Однородный материал Чтобы он был Весь магнитный А они начинают Слипаться Они садятся на дно Если они потяжелее А вот С полимерной матрицей Таких проблем нет Если удалось Распределить частицы И прошить их Полимерными молекулами То никуда они не денутся Это будет материал Со свойствами полимера И в то же время С высокой чувствительностью От магнитного материала Что нужно для этого сделать Взять мягкий полимер Взять магнитные Наночастицы А лучше микрочастицы Потому что У них магнитные моменты Помощнее И эффекты будут посильнее Сложить одно В другое И такой Такой материал Он будет обладать Рядом замечательных свойств Он будет сильно реагировать На магнитное поле А в качестве одного Очень важного замечания Я хотел сказать Что в отличие от Электрического поля Которое легко Заэкранировать И разных потенциалов Легко закоротить Магнитное поле Оно проникает Почти через все Вы же знаете Что только феромагнитные металлы Скажем Феромагнитные Листы Листы железа Могут заэкранировать Магнитное поле А все Что не феромагнетик Любая биологическая ткань Любая органика И неорганика Ежели там И присутствует Феромагнитное включение Она для магнитного поля Прозрачна Это означает Что Магнитные объекты Или магниточувствительные Объекты Управляются дистанционно Мне не важно Есть у меня стенка Из дерева Если у меня с этой стороны Магнит А с той стороны Допустим Магнитная жидкость Или кусок магнитного полимера У меня обеспечено Вот это самое управление Вот эта бесконтактность Управление на расстоянии Как вы понимаете В технологии В медицине Всюду Это важнейший плюс И в этом смысле Магнитные объекты И магнитные поля Похоже находятся В ней конкуренции Не надо Чтобы стенка была прозрачная Не требуется Достаточно того Чтобы она была ненормальной Ну вот Что будет с таким полимером Я тут вам Эту карикатурку показал Он будет вытягиваться В магнитном поле Образец будет вытягиваться В магнитном поле А всегда он Вытягивается или нет Если разбираться Ну Отложим немножко Вопросы разбираний Я хотел сказать Что можно увидеть В таком вот Полимере Вот смотрите Это полюсные наконечники А это мембрана Из полимера Такого типа И Включается то В катушках Появляется магнитное поле И мембрана Начинает вытягиваться То что Вам не очень видно Но сейчас я подхожу По другому Это то что Это то Что выпучивание мембраны Начинается не сразу Вот эта стрелка Это уже наша модель Эта стрелка показывает Магнитное поле Только когда поле Достигает некой критической величины Начинается Вот это вот неустойчивость Возникает вот этот Кумпул Вот такой вот эффект Он доказывает Эксперимент показывает Что это на самом деле так Модель показывает Что можно Сочинить теоретическое описание И достаточно внятно Описать вот этот самый эффект Лекция у меня смешанная Поэтому есть небольшой кусок В котором написаны формулы Для того чтобы сосчитать Вот ту картинку Ту анимацию Которую я вам показывал Потребовалось сначала Все-таки написать модель Написать теорию Всего этого дела Здесь смешиваются Теория упругости И электродинамика Ну собственно Магнитное статико Магнитное статико Магнитное статико Плюс к этому Такая Интересная вещь Которую Довольно сложно Учить Это называется Теория упругости При конечных деформациях Это довольно Математизированная Отрасль Но Если ее правильно Написать То возникают Всякие Возможности Сосчитать Всякие Такие Задачи Ну Для нас с вами Поскольку мы сильно Не уникальны Все эти слайды Сформули Это больше Декорация И намек На то Что на самом деле Под всем этим Есть некая Серьезная Эта схема Конечные элементы Программы Которую Я считала Задачи Того типа Картинки Которых Я вам показывал Это уже Можно рассматривать Тут ничего Довольно нет Это результаты Картинку я показал Но там же Был эксперимент Поэтому нужно было Количественное Сопоставление Вот это Токок Описывает Порог Неустойчивости Это Топтиология Описывает Высоту Купола Вот это Сосчитано Теоретически Вот это Экспериментально Померено На той Установке А теперь Как раз Возвращаемся К вопросу О том А вытягивается Образец Магнитоэласт Назовите его Как хотите У этих материалов Множество названий Их называют Магнитоэластическими Полимерами Магнитоэластами Эластом Ферромагнетиками И Феррагеями Много названий Там пока Терминология Еще не устоялась Много Они Имеют Всякие Разновидности Но Смысл Вот Такой Значит Мы натыкаемся На парадокс Пытаясь Ответить на вопрос О том Будет Вытягиваться Или нет Если писать Континуальную Теорию То есть Считать Что этот Материал Является Просто Некой Резиной С Высокой Магнитной Чувствительностью То Электродамика Дает Однозначный Ответ Шарик Должен Утягиваться Если Мы Отдаем Себе Отчет В том Что На самом деле Материал Композитный Внутри Полимерной Матрицы Сидят Частицы Эти частицы При намагничивании Взаимодействуют Между собой Если Они хотят Двигаться Они потянут За собой Матрицу И Начинаем Рассматривать Задачу С этой точки зрения То Оказывается Что Если Частички Чувствуют Магнитное Поле То Во-первых Они хотят Сблизиться Между собой В направлении Магнитного Поля А Во-вторых Поскольку Каждая Такая Линия Это Аналог Силовой Линии Магнитного Поля Они Оттягиваются Оттолкуются Друга Друга И Значит Вроде Как Два Разных Способа Оба Абсолютно Здравых И Оба Основанных На Физике Два Разных Способа Рассуждений Друг Разных Везуток Вот И Мы Долго Пытались Ответить На Это Добро Строили Модельки Сейчас Я Вам Покажу Картинки И Оказывается Что Ну Красная Стрелка Как обычно Означает Магнитное Поле Смотрите На Контур У нас Эти Квадратики Одинаковые По Величине Число Частицы Одинаковые Слева И Справа Смотрите Что Происходит Разница Между Квадратиками В том Что Расположение Частиц Разное Это Называется Ближний Порядок Так вот Ближний Порядок Равнен На Левой Картинке Частицы Распределены Газообразно Так Сказать Равномерно Распределены Ну Вот Посмотрели Равномерное Распределение Частиц Показывает Что Образец Должен Теперь Было Сделано Руками Конечно Это Схема Так Сказать Карикатура Наявления Просто Для того Чтобы Вытащить Из него Суть Частицы Были Собраны В такие Гандельки Все Остальное Абсолютно То же Самое То есть Способ Расчета Магнитное Поле Все Одинаково Разница Налицо В одном Случае Сжимается В другом Случае Растягивается Мораль Универсального Ответа Нет Все Определяется Пространственным Распределением Частиц Какая Еще Отсюда Мораль Следует Вы Может Знаете Что Такое 2D Принтинг 3D Принтинг Это Создание Композитных Систем По Заранее Распределением Мораль Если Я буду Знать Что Я хочу От этого Образца Я же Хочу Управлять Им Дистанционно Магнитным Поле Если Я хочу Чтобы Он Притягивался Я Запрограммирую Себе Синтез Образца С таким Распределением Частиц А если Я хочу Чтобы Он Сжимался И Этот Уже Будет Полезный Эффект Я Запрограммирую Себе Этот 3D Принтинг С другим Распределением Частиц Все Возможно Но Надо Знать Чего Хочем Ну Значит Это Я хочу Еще Рассказать О Довольно Знаменитом Сюжете Которые Там Последние Лет 10-12 Очень Сильно Представлены В мировой литературе Научной И по Экономной Физике И по Биофизике Это Магнитная Дипотермия Есть Фундаментальный Факт Из Медицины Из Биологии Он Заключается В том Что Температурная Граница Жизни Для здоровых И Злокачественных Клеток Она Разная И Можно Выставить Температуру На Такой Уровень Когда Здоровые Клетки Будут Угнетены Но Выживут А Злокачественные Клетки Умывают Вот Это Очень Простое Утверждение Оно Фундаментальное Оно Открыто Достаточно Дальше Вопрос В том Как Создать Такую Температуру И Как Удержаться На Именно Этом Промежуточном Уровне Мало Того Значит Если Мы Возьмем Человека Целиком И Начнем Его Макать Кипяток То Значит Результат Будет Неблагоприятный Во-первых Потому Что Нам Нужно Прогреть Только Необходимое Место Тот Зловредный Очаг Который С Которым Мы Будемся Во-первых Во-вторых Теплообмен Будет Поверхностный А не Объемный И Поэтому Мы Будем Закачивать Тепло Только Через Поверхность Это Очень Не Эффективно В Этой Связи В Попытке Найти Подходящий Метод Гипертермии Их На самом Бели Много Инфракрасные Ультрафиолетовые Много Много Разных Вот В Одну Клоиде Магнитоинфекционной Гипертермии Которые Заключаются В том Что В Необходимое Место Впрыскиваются Вот эти Самые Магнитные Нано Или микрочастицы Это Опять-таки Тоже Нужно Подбирать Можно И так И так Включается Магнитное Поле И Это Магнитное Поле Делается Перемидно Оно Запускается Что Происходит Самые Примитивные Картинки Получаются Следующие Магнитные Частички Как стрелки Компаса Они стараются Отследить Направление Магнитного Поля Они Крутятся Крутятся Они В жидкой Среде Там Есть Трение И Вот Это Трение Порождает Останную Температуру Гипертермия Это же Перепритка И Благодаря Этому У нас Достигается Положительный Эффект Об этом Очень Просто Говорить Но Совсем Не Просто Это Реализовать Во Многих Отношениях Непросто И Даже С точки Звения Физики Потому Что Бывают Разные Частицы Бывают Разные Режимы Включения Поля Взаимодействия Этого Поля С частицами Это Целая Наука А Если Вы Вспомните Что На самом Деле Этот Процесс Нужно Вести В Живой Организм У Которого Есть Обратная Связь И Обратная Реакция И Эти Частицы Не Должны Быть Ядовитыми Они Не Должны Там Влиять Они Должны Собираться В Нужном Месте И Как Это Сделать И Чтобы Они Оттуда Не Разбежались Это Гигантский Комплекс Проблем Поэтому Я и говорю Что На этом Работает Много Это Принципиально Междисциплинарная Проблема Но Она Достаточно Перспективна И В Некоторых Своих Пока Еще Небольших Аспектах Она Начинает Передвигаться Из Лабораторной Методики Уже Практическую Клиническую Методику Правда Это Происходит Далеко Отсюда Вот Я Закончил На сладко Я покажу Вам Вот Эту Картинку Я Не помню Интернетовский Адрес Ее Взятый Из Ютуба Но Я Клянусь Что Я Найду Этот Адрес И Восстановлю На слайде А Что На ней Происходит Вот Посмотрите Может быть Вы Сами Поймете Все А Может быть Это Послужит Почвой Можно Засыпать Роб Роб Вот Этот Монстр Он Съедает Хуки Он Его Съедет Кремер Софт Это Просто Поскольку У меня Демонстрационная Программа Переписала Своё Название Когда Я Компетировал Видео Конечно Это имеет Прямое Отношение К магнетизму Кому Буду Поверить Все Поглощение Состояло Спасибо За Пограмма Отношение Программа Спасибо. На первой картинке, там, где происходило сжатие, не произойдет ли так, что молекулы упорядочатся, частицы упорядочатся, то есть возникнут вот эти вот гантельки, потому что гантельки в некоторых местах просматривают, и затем материал начнет снова расселивать. Да, это очень правильный вопрос. У нас есть более развернутый анализ всего этого дела. Если вы помните, на той картинке, где эта квази-базообразная система, там на самом деле наложено условие, чтобы расстояние между частицей было максимальное, чтобы случайно не было гантелей, потому что это схема. А потом мы стали делать просто случайную наброску, там, где появляются гантели, но они появляются случайно и ориентациями. И запускался такой же расчет, и поскольку у нас все-таки там порядка 250 частиц, то новоделась статистика, то есть много разных расчетов. И если смотреть на такую систему, то оказывается, что вот этот эффект там как бы неотчетливый. То сжимается, вот там в нескольких экземплярах статистики сжимается, в нескольких экземплярах статистики он чуть-чуть подрастает. А в некоторых он, то есть виртуально почти нулю. И тогда мы просто провели кластерный анализ и посмотрели, выглядит это нечто, как суперпозиция вот таких вот систем. Есть случайно, то есть опять-таки вывод, все определяется в ближнем порядке. Если это случайно, там есть смесь близкого расположения и газообразного расположения. Отклик, есть смесь вот таких вот. Если мы захотим сформировать отклик, мы должны очень четко строить ближний порядок, и тогда вся магнитостатика сработает так. Еще вопросы, пожалуйста. Будем считать, что я прочел понятно, ну или? Спасибо. Спасибо большое. Сейчас у нас следующая лекция. Через 1 минуту, до 3 минуты. В своем выступлении я расскажу вам, что из себя представляет эффект динамо, какое отношение он имеет к гидродинамике. Расскажу о известных видах этого гидродинамического динамо, в основном относящиеся к астрофизике. Затем расскажу, как этот динамо можно смоделировать численно на компьютере и как можно проверить этот эффект экспериментально. Начнем с того, что простое, короткое определение динамоэффекта – это самовозбуждение или генерация, самогенерация магнитного поля за счет движения электропроводящей среды. Само динамо, вы с самими динамо-машинами уже имели дело. Это вот такие фонарики, которые вырабатывают электричество за счет механической энергии, которую мы прикладываем, а также генераторы, опять же, электричества на велосипедах. Главная здесь идея в том, что механическая энергия преобразовывается, в некотором смысле, в магнитную, магнитное поле толкает электрический ток, и мы имеем электричество. Гидродинамическая динамо, конечно же, отличается от динамо-машин, потому что в динамо-машинах обязательно есть ротор, есть статор, есть твердые частицы, есть провода. В гидродинамическом динамо не нужны никакие магниты постоянно, не нужны провода, потому что сама жидкость является проводником электрических токов. Достаточно необходимо таким образом, специальным образом, закрутить эту самую жидкость, например, жидкий металл, жидкие электричные металлы, они являются проводниками. Есть металлы, которые даже при комнатной температуре являются жидкими, есть металлы, которые при большой температуре становятся жидкими. Тем не менее, если мы этот металл будем хорошо перемешивать, правильным образом, то тогда это движение приведет к возникновению магнитного поля, которое будет усиливаться из начального маленького поля и достигнет энергии, которая будет сравнима с энергией самого движения. Другими словами, кто знаком с теорией устойчивости, этот эффект можно объяснять как потеря устойчивости. То есть изначально, когда у нас магнитное поле практически равно нулю или очень слабое, за счет вот этого самого движения, движение превышает диссипативные механизмы, то есть процессы, которые эту энергию магнитно поглощают, и в этот момент происходит самогенерация магнитного поля, она усиливается. То есть это эффект потери устойчивости магнитного поля по отношению к некому тривиальному состоянию. Для того, чтобы понять, как работает динамо гидродинамическое, нужно вспомнить три закона. Значит, отвечают за это три закона природы. Значит, закон Ампера, закон электрической индукции, закон ОМО. Они все участвуют в этом процессе генерации магнитного поля. Значит, закон Ампера, что он делает? Он играет двойную роль. Он, с одной стороны, вызывает электрические токи, если у нас есть магнитное поле и движение заряда при манипулярном направлении, а с другой стороны магнитное поле влияет, опять же, то есть сама среда, которая движется в магнитном поле, вызывает разность потенциалов и, соответственно, электрические токи, и с другой стороны магнитное поле способно влиять на движение этой среды. То есть как бы взаимное у них есть влияние. Закон электромагнитной индукции, он помогает магнитному полю самовозбуждаться. То есть самая индукция, то есть магнитное поле, изменение магнитного поля вызывает возникновение индукционных токов, а эти токи, в свою очередь, вызывают возникновение других уже индуцированных магнитных полей. То есть это как бы такой некий механизм замкнутый, когда магнитное поле может само себя возбуждать. И третий закон, это диссипативный закон. Он вредит, естественно, динамоэффекту, он перерабатывает энергию магнитного поля в тепло. И, соответственно, чем сильнее сопротивление, закон ОМОН описывает сопротивление электрическим токам. Электрические токи возникают за счет магнитного поля в данном эффекте. То есть эти два механизма, этот механизм, этот закон превращает энергию, кинетическую энергию движения в магнитную энергию, этот закон ее приумножает, а этот закон ее воплощает, эту энергию магнитного поля. И эффект динамо срабатывает тогда, когда вот эти законы в достаточной мере сильнее, чем вот этот механизм. Значит, чтобы понять, как же все-таки устроено взаимодействие движения проводящей среды, например, вот, как я сказал, электрии, жидкого металла, есть и другие среды, кстати говоря, например, плазма, это тоже электропроводящая среда, которая может течь как газ или как жидкость. Но мы, вот на этом примере, мы рассмотрим более простую ситуацию. Представим, что у нас есть такие три металлические пластины, раз, два, три, между которыми есть хороший электрический контакт. Две из них будут находиться в покое, верхняя и нижняя, а посерединке мы ее будем двигать. Теперь, если у нас есть магнитное поле, при медикулярно этому движению можно наблюдать два процесса. Первый процесс называется вмороженность силовых линий. В некотором смысле можно представить силовую магнитную линию, как будто бы она вморожена, как будто она вморожена вот в эту самую жестко привязанную металлу. И при вот таком сдвиге магнитные силовые линии смещаются. За этим стоят вот эти два закона, самая индукция и закон ампера. Нет, да, частично закон ампера. Однако, так как проводимость этого металла конечная, работает закон Ома, который приводит к тому, что магнитные линии частично проскальзывают. Вот это называется проскальзывание силовых линий. То есть они, конечно же, увлекаются движением, но не полностью, не идеально. Частично они проскальзывают и пытаются вернуться в исходное положение. И есть третий механизм, третий физический закон, как я уже говорил, когда магнитное поле влияет на само течение, оно его тоже изменяет. И это называется в данном случае пандермоторной силой. То есть магнитное поле, которое увлекается, оно на самом деле начинает тормозить вот эту самую пластину, которая находится между ними. Вот у нас есть три механизма. Три эффекта. Мороженность силовых линий, проскальзывание и пандермоторная сила. Вот эта вот сила, собственно говоря, отвечает за что? За то, что полная энергия будет сохраняться. То есть кинетическая энергия будет преобразовываться в магнитную до тех пор, пока магнитная энергия не вырастет настолько, что она начнет тормозить течение и тем самым наступит равновесие между энергией кинетической движения и энергией, например, энергии магнитного поля. Как же теперь посмотрим, как этот динамоэффект работает в реальной природе. Значит, первый пример, который я хотел вам рассказать, это геодинамо. Геодинамо – это динамоэффект, который происходит в жидком ядре нашей планеты, Земли. Значит, как, ну, наверное, представляете структуру? Есть твердое внутреннее ядро за счет градиента температуры и, естественно, гравитации у нас имеется в жидком, в жидкой части ядра конвекция. Можно себе представить такие вот конвективные роллы во все стороны. Но за счет вращения, так как Земля еще вращается достаточно быстро по сравнению с этими конвективными движениями, эти конвективные движения, вот такие ячейки, может, вы слышали, ячейка бинара, они превращаются в такие спиральки. Вот они нарисованы тут, спиралями они становятся. А спирали должны вам напоминать в некотором смысле катушку, в которой возникает магнитное поле. И вот видно, что эти спиральки создают то самое магнитное поле, которое проникает через твердую, через кору магнитного поля Земли, измеряется нами, которое мы видим, можем измерить на поверхности. Вот так вот устроено. Так грубо объясняется, таким образом объясняется существование, происхождение магнитного поля Земли. Мы видим, что в основном оно вылазит на полюсах, в конечном счете оно замыкается в так называемой ионосфере. И, кстати говоря, эта ионосфера служит щитом, защищающим нас от солнечного ветра, который несет тяжелые и вредные частицы, скажем, для здоровья. То есть это такой магнитный щит образуется вокруг Земли. И этот щит генерируется за счет вот этого самого динамоэффекта. Что здесь является энергией, которая дает нам магнитное поле, как вы поняли, это гравитация, то есть гравитация и конвекция. Разность температуры вызывает конвективное движение, а это движение преобразовывается в магнитную энергию, которая защищает нашу планету. Следующий пример, что хотелось сказать. До того, как придумали почти 100 лет назад вот это объяснение, появилось впервые, Лормон в 1927 году предложил такую идею возникновения магнитного поля Земли. До этого на самом деле думали, что внутри Земли просто есть большой такой железный ферромагнитный сердечник, и у этого сердечника есть собственный магнитный момент. Но достаточно быстро выяснилось, что оказывается за время существования Земли это магнитное поле, этот сердечник, получается, что он поворачивался. Трудности представить, что этот сердечник мог развернуться полностью. Магнитное поле меняло, магнитные полюса менялись. Вот на этой схеме, называется шкала геомагнитной полярности, черная линия соответствует тому, когда север на реальный север смотрит, а белая, когда север смотрел на юг. То есть магнитное поле вот так вот менялось, там порядка, несколько сотен раз. Причем были интервалы, когда оно долго не менялось, потом менялось очень часто. Стоит обратить внимание, поскольку мы из Перемьева, это был пермский период, 250 миллионов лет назад, и в течение 60-50 миллионов лет это самое магнитное поле не менялось. Не было этих инверсий. Самая последняя инверсия была несколько миллионов лет назад. Собственно говоря, в то время, когда уже древний человек появился на Земле. То есть вот эти вот наблюдения послужили пищей для того, чтобы все-таки найти некоторое объяснение, которое бы было, которое бы сняло динамическое поведение магнитного поля Земли. И, как я уже сказал, в последствии такая идея была предложена, именно идея гидродинамического динамо. Теперь более конкретно, как же этот динамоэффект работает в нашем жидком ядре Земли. Значит, так называемый динамомеханизм, он состоит из двух частей. Первая часть его, это так называемый омегаэффект. Вот нужно себе представить магнитное поле, любое, в данном случае вот такой сферической симметрии, его можно представить из двух компонент состоящих. Первая компонента это тероидальный, то есть такая азимутальная компонента поля. А вторая переведикулярна этому направлению, то есть это и Z направление, и, скажем, радиальное направление, но это две остальные компоненты поля. Помните, первое, это мороженность силовых людей, первый закон, первый эффект. Если мы имеем дифференциальное вращение внутри жидкого ядра Земли, магнитные силовые линии, они увлекаются этим движением и наматываются. То есть если у нас была исходна вот такая силовая линия, полоидального поля, из нее за счет вот этого самого вращения сгенерируется тероидальное магнитное поле. И это называется омегаэффект. То есть из полоидального поля вращение генерирует тероидальное поле. Вот таким образом. Второй эффект, альфаэффект. Естественно, для того, чтобы у нас произошло самовозбуждение, уже тероидальное поле должно генерировать полоидальное. Как это происходит? Вращение уже не помогает. А помогают конвективные движения. Вот эти конвективные движения, я говорил, что они в таких виде, таких спиралей образованы, вот эти спиральки, они создают такие вот петельки. Вот у нас было с вами тероидальное вот такое поле, и надо представить себе такую спираль конвективную, которая вот на нас всплывает, и она закручивает это тероидальное поле, и мы можем видеть, что у нас появляется кусочек, маленький отрезочек полоидального поля. Если теперь этих спиралей очень много, все это складывается вместе и дает полоидальное поле. Получается, тероидальное поле, полоидальное генерирует тероидальное, на следующем слайде это показано, да, вот возникает электрический ток, который приводит к возникновению вот такого в конечном счете полоидального поля. Собственно говоря, весь этот цикл здесь уже на этой схемке изображен. Итак, вот этот линейный механизм, это означает, что магнитное поле вот только усиливается, но никак не влияет на течение, то есть оно достаточно слабое. Вот когда оно слабое, оно усиливается так, из полоидального за счет бомигаэффекта получается тероидальное поле, из тероидального полоидального и так далее. До тех пор, пока экспоненциально оно не вырастет до заметных больших значений. Так как у нас вращение намного сильнее, чем вот эти конвективные спирали, поэтому тероидальное поле, вообще говоря, намного сильнее. То есть поле, которое на самом деле мы даже не видим внутри Земли, оно существенно сильнее, намного порядка сильнее, чем то поле, которое вылазит на поверхность, и мы его можем измерять. Также существует еще так называемый альфа-квадрат динамо. Если это омега-альфа-омега динамо, то альфа-квадрат, то есть альфа-эффект, если он очень хитрый, он может только самостоятельно вот этот динамо-механизм организовать, то есть использовать только альфа-эффект. Ну, в принципе, к Земле это отношение большого не имеет. Следующий пример гидродинамо, гидродинамический динамо, это солнечное динамо. В отличие от Земли, у Солнца нет коры твердой, и магнитные поля, они всплывают на поверхность, и мы их можем наблюдать. Как же мы их наблюдали? Во-первых, всем известны вот эти протуберанцы, которые вылазят на поверхность, а второе, это солнечные пятна. Когда этот протуберанец вылазит, он как бы замораживает плазму, плазма остывает, и получается черная как бы дыра. На самом деле там, конечно, не дыра, просто она не светится сильно. Это не значит, что там дырка в Солнце, это просто слабая очень светимость. А светимость слабая, потому что сильное магнитное поле, тероидальное, вылезло за счет неустойчивости, вот такую петлю вылезло на поверхность и как бы остудило эту плазму, через которую вылазит. Опять же, эти солнечные пятна наблюдались там 400 лет первых, даже 500 лет назад. И, конечно же, думали, что это просто какие-то дефекты на Солнце. Оказалось, что эти пятна подчиняются очень строгим законам, то, как они появляются и исчезают. И первое же, что удалось объяснить с помощью этого механизма солнечного динамо, удалось объяснить вот такое поведение солнечных пятен. То есть я все время хочу сказать, что физики, теоретики, которые строили эти модели, они в первую очередь опирались на какие-то наблюдения. И вот для Солнца эта классика, это пятна солнечные, а для Земли это изменение полярности на Земле. И третий пример гидродинамического динамо, как вы понимаете, еще на порядок больше, если Земля маленькая, Солнце побольше, теперь галактики. На самом деле, межзвездная среда, галактик, представляет из себя также электропроводящую среду. Несмотря на то, что плотность вещества, одна молекула водорода, ионизирована на кубический сантиметр, для нас это абсолютный вакуум, безусловно, в масштабах галактики, там 10 килопарсек, это плотная и достаточно среда, способная, если она движется нужным образом, генерировать магнитные поля. Вот если взять такой срез, там видно, что там есть движение, там возникают молекулярные облака, в этих молекулярных облаках рождаются новые звезды. И надо сказать, что долгое время никому не было интересно магнитное поле галактики, потому что его в первую очередь нельзя было пронаблюдать, измерить и так далее. Как же на самом деле пронаблюдали магнитное поле галактики? Если мы, конечно, отправим спутник, там спутник на орбиту, он измерит магнитное поле, мы не сможем сказать, это магнитное поле Земли, или это магнитное поле Солнца, или это магнитное поле галактики, потому что это в одной точке. Для того, чтобы узнать магнитное поле галактики, по идее, нужно отпустить спутника, он должен пролететь по всей галактике, измерить магнитное поле, и тогда мы сможем построить распределение этого магнитного поля и сказать, есть оно или нет. Оказалось, что магнитное поле можно наблюдать в галактиках, но для этого нужно использовать радиотелескопы. Радиотелескопы, они ловят радиоизлучение, которое возникает в этих самых магнитных полях. И вот, то есть они видят не оптический диапазон радиоэлектромагнитных волн, а радиоволны. Я сейчас объясню, откуда эти радиоволны. Вот один из самых больших радиотелескопов, диаметр этой тарелки не достигает, он равен 100 метрам. Другие телескопы, новый, этот телескоп ему почти 40 с чем-то, да, 40 почти лет. Другие телескопы, у них суммарная площадь больше тарелок, но они не являются, говорят, single dish. То есть это не одиночная тарелка, это много тарелок, и как бы можно сравнить, что у них разрешение эффективно выше. Ну ладно, это уже детали радиотелескопов и суть. Есть очень много по Земле распределенных комплексов, вот этих радиотелескопов, и все они нацелены на то, чтобы измерять, наблюдать магнитные поля в нашей галактике, в других галактиках во Вселенной, скажем так. Хотелось бы рассказать все-таки, рассказать, как же все-таки наблюдается магнитная поля. Как я сказал, мы уже не можем компас отправить, мы как-то посленно наблюдаем эти магнитные поля. И за это отвечает другой закон природы, который нам позволяет их наблюдать, а именно синхротронное излучение. Вот если электрон со скоростью близкой к релятивистке, то есть очень быстрый электрон, а эти электроны, они излучаются при взрывах сверхновых, ну при всяких очень сильных событиях. Их очень много этих, их называют космическими лучами, очень быстрые, заряженные частицы. Когда электрон этот влетает в магнитное поле, он начинает, по закону силу Лоренса, он начинает наматывать вот такую спираль. Если сбоку смотреть на эту спираль, то это на самом деле колебание электрического поля в определенной плоскости будет. То есть это получается поляризованная, в результате возникает поляризованная электромагнитная волна. На той частоте, кстати, на которой, в принципе, работают наши сотовые телефоны. Вот можно представить, такой вот сотовый телефон огромный излучает эту поляризованную электромагнитную волну. Эта электромагнитная волна движется через среду, заполненную магнитным полем. И также тепловыми электронами, то есть должны быть заряды. И помимо того, что она распространяется в направлении Земли, еще у этого поля поворачивается плоскость поляризации. И вот тут находится наш телестоп, который, а, он ловит саму волну, и он видит эту интенсивность излучения, синхротронного излучения. И более того, он способен оценивать поворот плоскости поляризации. То есть мы одновременно можем наблюдать и капитулярное магнитное поле, и параллельное магнитное поле. И тем самым восстановить распределение магнитного поля в той или иной области нашей галактики или чужой. Вот пример галактика М51, наиболее часто иллюстрируемая. Здесь мы как раз видим то самое синхротронное излучение, которое нарисовано цветом. Ну и картинку оптического излучения, вы увидите, эта галактика выглядит по-другому. Но помимо этого, я бы хотел отметить, что мы можем не только знать, что там поле есть, а что оно еще и определенным образом организовано. Видите, вот эти палочки показывают направление магнитного поля, и видно, что они все-таки какую-то структуру создают. То есть это не случайное магнитное поле. Это именно глобальное, регулярное магнитное поле, которое имеет масштаб, сравнимый с масштабами самой галактики. То есть нельзя сказать, что это просто магнитное поле, которое сгенерировано, например, звездами. Потому что звезды по отношению к нам расположены случайным образом. И мы бы тогда таких вот, такого организованного, такого упорядоченного магнитного поля бы не наблюдали, если бы это было магнитные поля звезд, которые в этой галактике, конечно же, находятся. Сюрприз. Это то, как выглядит магнитное поле нашей галактики. Видите, ничего общего. Мы все знаем, что наша галактика спиральная. Вот галактика 51, она спиральная. А вот наша галактика. Если смотреть на небо и отделять магнитное поле других галактик от нашей, то мы на небе увидим вот такое распределение синкратронного излучения. Догадываетесь почему-то? Потому что мы находимся внутри нашей галактики. Мы находимся, более того, близко к галактическому диску. И мы не можем физически видеть эти спиральные рукава. Вот если бы мы бы над галактическим диском в нашей галактике принялись, мы бы что-то могли рассмотреть. А так как мы находимся внутри, распределение вот такое. Никто бы не сказал, что это спиральная галактика, Milky Way. Хотя вот на самом деле вот это, след спиральный, вот это, понятно, галактический диск, как мы его видим. А вот эти вот пятна, это на самом деле как раз то, что остается, то, что наблюдается за счет спиральных рукавов. Вот ученые, наблюдая различные способы, различным способом решая эту задачу, определение, как же устроено магнитное поле нашей галактики, вот они такую структуру восстановили. Вот, значит, центр галактики, там находится такой бар, а вот наше Солнце находится на расстоянии порядка 8 килопарсек от центра. И мы находимся между двумя сильными рукавами. У нас, правда, свой спиральный рукав, небольшой называется Орион, но он даже не рисуется, потому что он маленький. Ну вот, собственно говоря, эта задача очень сложная, и она, кстати, к настоящему времени еще не решена однозначно. То есть еще очень много ведется дискуссий про то, вот как же устроено магнитное поле. Потому что, как я уже сказал, исходные данные вот такие. А нужно сказать что-то вот об этом. Да, вот тут мне еще приложен размер, что вот размер этой галактики, примерно нашей галактики, 30 килопарсек, ну, диаметрия сануарная, это 10-20 метров. Хотелось бы немножко сказать о том, что в настоящее время строятся всеми, так сказать, астрономами, всеми относительно богатыми научными сообществами строится такой интернациональный международный телескоп, он называется SKA, Square Kilometer Array. Это означает, что этот радиокелескоп суммарно будет интегрировать, включать в себя тарелки, площадь которых сумма равна квадратному километру. То есть километр на километр. То есть все тарелки соединить вместе. Почти два года выбирали, где построить телескоп. Кстати, даже Сибирь рассматривали, потому что в Сибири очень мало сотовых операторов, мало излучений, но посчитали, что слишком холодно и прочее, и решили строить в Австралии. То есть его строят в Австралии, вот со спутника вот это вот, выглядят такие вот круги, каждый из них это набор тарелок и разные конфигурации, разные приемники радиоволны. Для разных диапазонов, для разных корреляций и так далее. В общем, сложная очень система, но тем не менее, с помощью нее предполагается, как запутся, его предполагается в первую очередь запустить через 2-3 года, уже начали строительство, деньги выделили. Первое, конечно, что астрофизики захотели изучать, это, конечно, подтверждать теорию гравитации, наблюдая очень специальные объекты, так называемые гульсары. Затем наблюдать темные века, то есть это там, где это то излучение, которое к нам доходит с того момента, когда произошел большой взрыв. То есть это, скажем, на грани Вселенной. Это то излучение, которое идет из тех самых начальных этапов развития Вселенной. Вопрос, конечно, происхождения жизни, нахождение других пригодных, не знаю, ну, других каких-то видов жизни во Вселенной, вольются крупномасштабными структурами. И самое главное, в последний момент ученым, которые занимаются магнетизмом, удалось за счет своей активности и объяснение, насколько важно знать распределение магнитных полей, вот космический магнетизм, он был включен в эту программу. Уже, можно сказать, поиск уходил, и вот в последний момент, там самые последние исследования доказали необходимость изучения этого с помощью вот этого телескопа, скорее. Например, вот совершенно загадочный объект. Вот если, вот у него такое название, ничего казалось бы, ну, вот какая-то сосиска, там, или банан, можно сказать. Но когда к нему пририсую, пририсовать масштаб, это 10 мегапарсик, то есть это на порядок больше, на два порядка больше, чем галактика. И этот объект, который, естественно, очень далеко, у него есть очень регулярное, во-первых, сильное, а во-вторых, регулярное магнитное поле вдоль. Благодаря чему он появился, совершенно непонятно. То ли это остаток от какого-то кластера галактики, то ли, то есть происхождение его неизвестно, наблюдается он достаточно четко. Но нужно более высокое разрешение, выше разрешение, выше чувствительность, и тогда, возможно, мы сможем разглядеть здесь скопление галактик внутри этого объекта и выясниться, что это такой пластер пластеров галактики или еще что-то в этом роде. Пока неизвестно. Итак, все это наблюдение и теория. Теорию очень важно, естественно, проверять. В ней много неизвестных, открытых вопросов. Для этого нужно решать уравнение. Вот уравнение магнитных гидродинамиков, которые в самом-самом минимуме способны описать это самое явление динамоэффекта. Нам необходимо уравнение движения среды, в данном случае вот это уравнение навеса токса, включающая пандерматорную силу, и уравнение индукции магнитного поля. Оно описывает и диссипацию магнитного поля, и самоиндукцию. Вот этих двух уравнений достаточно для того, чтобы воспроизвести этот эффект. Понятно, что в реальной ситуации есть плотность изменяющаяся, температура давления, радиация, очень много еще физических процессов, которые, по идее, надо добавлять, но уже этого более чем достаточно. Эти уравнения решают, они трехмерные, сложные, при больших значениях чисел ренольца. Это означает, что это турбулентные течения. Их решать численно аналитически трудно, есть только какие-то приближения. Надо решать численно. И видно, что с помощью компьютеров решить очень сложно эти задачи, поскольку параметры, которые характерны для этих астрологических объектов, вот видно, они составляют 10, 6, 10, 9, тут не потерялось. То есть, это очень большие значения. А компьютеры могут рассчитывать эти уравнения при гораздо меньших значениях. И, конечно же, есть потребность увеличения вот этого разрешения с тем, чтобы как можно ближе приблизиться к этому самому реальному значению. здесь вот я хотел немножко о суперкомпьютерах сказать. Когда я впервые начал использовать их для расчетов, с суперкомпьютером была такая шутка, что его можно считать любой компьютер, весящим более что было в прошлом столетии. Это было вполне актуально. Суперкомпьютеры действительно были огромными и большими. Ну, реально сейчас суперкомпьютеры это вот компьютер, который значительно более мощный, чем те компьютеры, которые нам всем доступны. это там ноутбуки, домашние десктопы и так далее. То есть, те, кто, например, имеют выход на кластер компьютера книгу или классического университета в МСС, производитель 20 карахлов, примерно 200 обычных компьютеров, нет, где-то так. Для них будет это суперкомпьютер. Так как у нас у всех есть более-менее кто занимается этим доступом, этим компьютером, как только он появляется у всех, хочется попасть на компьютер, который удаленней, например, там, где-то в Пельмин, уже не в родном университете, а подальше, тогда его производительность может стать еще выше. А если вы, например, работаете в Академии наук, то у вас есть выход на компьютер в Екатеринбурге, вот он занимает девятую позицию, или в Челябинске, можно договориться, или можно попасть вообще на самый мощный компьютер России, который находится в Дунду. И понятно, что в этом смысле единицы могут получить для него доступ, и это будет суперкомпьютером являться в некотором смысле, а эти уже не будут таким являться. хотел вам показать результат численного моделирования солнечного динамо. Вот видно, как воспроизводится с помощью вот этой модели численной появление солнечных пятен, за которыми стоит генерация магнитного поля. Видно, как силовые линии там наматываются, усиливаются, и через некоторое время они выскакивают из вот этой конвективной части Солнца на поверхность и создают солнечные пятна, которые наблюдаются. Вот такие модели, реальные трехмерные модели, рассчитывающие течение, конвекцию, огнедное поле, они уже на этих суперкомпьютерах решаются. Достоинство, главное достоинство этих решений в чем? в том, что вы можете заглянуть в эти решения и в это решение вовнутрь. Если наблюдая, мы можем видеть только то, что на поверхности солнце, протуберансы, там еще хромосфера светится, что-то, но что происходит внутри, очень сложно сказать. Решив эту задачу численно, можно заглянуть вовнутрь и проверить, как же на самом деле работают эти самые динамомеханизмы, как работает динамомашина внутри. Немножко об эксперименте, осталось пару слайдов, эксперимент. Первый эксперимент еще был предложен в прошлом тысячелетии, построили, попытались такую систему труб организовать, прокачивать, через который жидкий металл, прокачивая этот металл, это течение создаст магнитное поле крупномасштабное. Это вот в Германии эксперимент был выполнен, действительно, выполняли его в ядерном центре, стоимость порядка 20 миллионов по тему Вьетнамо-радоич-марки, достаточно дорогой эксперимент, и он был вполне успешным. Они получили спонтанный рост магнитного поля, вот видно, что затравочное поле было ноль, и оно выросло до 45 гаусс, а 41 гаусс это поле нашей Земли, то есть существенно превысило магнитное поле Земли, но вышел он динамоэффект получили, но механизм, который стоял за этим, явно не соответствовал механизму гидродинамического динамо, почему? Потому что вот это вот насыщение произошло слишком рано, то есть если применить теорию гидродинамического динамо, поле должно было расти существенно больше, и пульсации этого поля должны быть существенно больше, значит здесь работал в некотором смысле неестественный, то есть навязанный трубами механизм индукции, но который трудно было использовать для объяснения реальных гидродинамо-процессов в реальных объектах. Французы подхватили эстафету у немцев и они построили так называемую стиральную машину, как они ее называли. Это два диска с такими вот ребрышками, они крутились вдруг в противоположном направлении, создавалось такое течение очень сложное, как в стиральной машине, и это течение генерировало магнитное поле. Было предварительно огромное количество вычислений сделало, предсказаний и так далее. Ни одно, я хочу сказать, несмотря на то, что динамо-эффект они получили, пять лет вот этих предсказаний теоретических экспериментально вообще не подтвердились. Все, что они пронаблюдали экспериментально оказалось абсолютно новым для них. Это опять сказал о том, что все-таки одно дело это теория, другое дело это эксперимент и тем более реальное динамо. Выяснилось, что динамо, которое работало в этом самом французском эксперименте, оно основано на вихрях, которые рождаются в окрестностях вот этих самых лопаток. Что это на самом деле не течение, которое такое хитрое и сложное, это на самом деле лопатки, которые такие струи выпускают, и плюс эти лопатки были еще ферроматнитными, что опять же трудно представить, что внутри Земли или Солнца есть какие-то лопатки ферромагнитные, которые будут создавать такие вихрики. То есть оказалось, что действительно динамо есть, но он совсем не похож на природные динамо. И работу надо продолжать. Конечно же, это большой прогресс, но надо продолжать. И в этот момент в общем-то стало понятно, все-таки как же устроено динамо в турбулентном потоке. Одно дело, когда у вас есть вот эти вихарки, каждый из которых генерирует магнитное поле, и в сумме они дают такое вот среднее крупномасштабное поле. Но это слабая турбулентность. А если турбулентность сильная, то все эти вихри расположены хаотически. И такого среднего поля вполне может и не получаться. Тогда вопрос все-таки, как же оно создается в реальных астратизических объектах. Мы в свое время также начали такие, такого рода исследования в институте механики сплошных сред есть динамоустановка, подготовленная для такого рода эксперимента. Мы рассматриваем течение внутри такого троидального канала. У него появляется такая вот закрутка спиральная за счет специальных устройств диверторов, установленных внутри. Но пока эксперимент сам не проведен. Есть лишь теоретические расчеты, которые показывают, что магнитное поле в таком потоке может возникать. Вот структура этого поля, такая косичка вот структура должна появляться. Последний слайд, на котором я хотел бы остановиться на том, отметить или откомментировать практическое использование теории динамо и вот этой всей магнитной гидродинамики. Первое, так сказать, в мирных целях это использование вот этих знаний для конструирования МГД, МГД насосов, перемешивателей, сепараторов используемых в металлургии. То есть с помощью магнитных полей жидкие металлы раскаленные можно качать из одного объема в другой объем, очищать от примесей, перемешивать для того, чтобы слитки получались лучше. Но также есть другая сторона. Эта теория именно динамоэффект очень важно изучать и знать для того, чтобы избежать катастрофических процессов происходящих в системах охлаждения ядерных реакторов. Дело в том, что жидкий металл является очень эффективным охлаждающим веществом, материалом, который отводит тепло от ядерного реактора, а эти насосы, которые охлаждают, они создают действительно очень высокие интенсивности течения. и вполне может возникнуть динамоэффект в этой охлаждающей системе, что приведет к нарушению охлаждения критическому и, соответственно, негативным очень последствиям. Надо сказать, именно такое последствие, когда много лет назад французы строили свой суперфеникс, самый мощный на тот момент реакторы на ядерных нейтронах, они не вышли на максимальную мощность, потому что он у них дважды выключился просто аварийным способом. Никто не знал, почему он выключился. Они его разгоняют, а он выключается. Он два раза выключился, третий раз они не стали его запускать, потому что возникали какие-то вибрации. И когда они поняли, что нужно изучить этот вопрос, пригласили и своих ученых, и, кстати, советские ученые также участвовали в этих исследованиях, и выяснилось, что действительно возникает динамоэффект, который приводит к сильным механическим колебаниям и в конечном счете просто может привести к разрушению охлаждающей системы и вообще в очень серьезном последнем. После этого они отказались от использования этого реактора на этих самых мощностях, на которых возникает этот динамоэффект. То есть эта теория, она имеет прямое отношение к нашим земным потребностям и требует очень детального изучения. Спасибо большое от занимания. Я пытался подробно рассказать, есть вопросы, конечно, что-то я упустил. Не знаю, у кого есть время, чтобы следить? Динамоэффекта нет. Это физика плазмы, я думаю, в большей степени. Потому что это такое состояние какое-то специальное заряда никогда не будет. То есть магнитная гидродинамика это движение проводящих средств и возникновение магнитных полей в среднем заряд вообще говоря равен нулю. То есть все, что возникает электричество, это электрические токи. В среднем всегда остается нейтральное электричество. То есть никаких аналогов с шаровой молнией нет. С молниями вообще. Все понятно? Ну вот. Спасибо еще раз. Спасибо.